Бисмиллах, الحمد لله, السلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن ولا مبعه 42 правило в нашей книге Истеснал المنافع المعلومة في العين المنتقلة جاизون في باب المعوضات Говорит шейх Ассади, исключение известных полезных свойств переходящего предмета разрешено в главе купли-продажи О вопросах благотворительности разрешено исключать полезные свойства, известные или даже неизвестные Как понять это правило? Давайте сначала подпишем некоторые полезные моменты, потом будем читать то, что говорит шейх Ассади Во-первых, необходимо усвоить это правило, для этого приведем пример Если человек продает кому-либо дом и говорит, я продаю тебе дом по такой-то цене, но ставлю условие, что я буду жить в этом доме в течение месяца Или буду жить в этом доме в течение полугода, потому что я сейчас строю для себя второй дом И если я продам тебе этот дом, я останусь на улице, и мне жить негде Поэтому дай мне полгода, чтобы я пожил в этом доме, успел за это время построить себе второй дом, например Или продает автомобиль, говорит, но я ставлю условие, что я доеду на этом автомобиле до такого-то города, например То есть что делает? Смотри, это баб, как называется вот эта глава? Бабуль-муавабад, глава взаимного обмена Один отдает машину, получает деньги, один отдает дом, получает за это деньги Один отдает дом, другой отдает что? Деньги Каждый что-то отдает, называется взаимно выгодный обмен Это называется муавабад, имеется ввиду купля-продаж Шейх Асадий говорит, разрешено в купле-продаже делать исключение некоторых полезных свойств предмета Полезных свойств предмета, но с условием каким? Чтобы это исключение было известно То есть не пойдет говорить, я продаю тебе дом, я продаю тебе дом Но буду жить в нем сколько захочу Или буду жить в нем определенное время Сколько это? Не говорю Аллаху алим, сколько Но я поживу в этом доме еще определенное время Этого уже не пойдет Но нужно, чтобы вот это вот исключение было каким? Конкретно, чтобы исключение было известно Теперь наоборот Ты оставляешь что-то вакф Вакф это уже из главы муавадат или из главы табар-руат Это из главы табар-руат, то есть благотворительности Ты оставляешь дом в качестве вакуфного имущества Для пользования мусульманам, беднякам, мухаджирам, мужхахидам, талибам, и тому подобное Разным людям, каким-то категориям людей И говоришь, я оставляю этот дом, но буду жить в нем пока не умру Когда ты умрешь? Аллаху алим Все в руках Аллаху алим Один Аллах знает, когда я умру Может быть через год, может завтра, может позже завтра Может через минуту, может через 10 лет, может через 20 Но я буду жить пока не умру Это исключение или не исключение? Это исключение из вакфа То есть исключаются определенные полезные свойства предмета Из сделки благотворительности Исключение известно или неизвестно? В данном случае исключение является неизвестным. Такое разрешено или не разрешено? Говорит шейх саде, это разрешено. В вопросах торговли исключение разрешено, но оно должно быть конкретно обозначено. А в вопросах табаруат, благотворительности, разрешено исключение, и оно может быть конкретно обозначено, а может быть не обозначено конкретно. Теперь правило примерно понятно или нет? Теперь подпишем некоторые моменты. Во-первых, вот это вот правило, это правило является одним из важнейших правил в вопросах муаммалят, в вопросах взаимоотношениях, а особенно в вопросах торговли. Запишите у себя то, что это правило, еще по-другому, у ученых по фиху называется каидату сунья, каидату сунья, то есть правило об исключениях. Правило об исключениях. Почему? Потому что человек продает товар или дарит какой-то товар и при этом исключает что-либо из этого товара, из его полезных свойств. Также это правило имеет непосредственное отношение к тому правилу, которое мы уже ранее брали. А это то, что при заключении договоров необходимо обращать внимание на те условия и на те описания, на те ограничения, которые ставят заключающие эти стороны. То, что называется, необходимо обращать внимание на условия, на описания, на ограничения, которые ставятся при заключении договоров. Человек продает дом, говорит, я продаю тебе дом за миллион рублей, допустим, забирает миллион, отдает дом. Здесь не поставлено никаких условий. Другой человек продает такой же дом. Я продаю тебе этот дом за миллион, но с условием, что я буду жить в нем полгода. С момента подписания договора. Так, это уже что? Не такой же договор, как первый. Здесь необходимо обращать внимание на те условия, которые ставят участники договора. Значит, вот это правило имеет непосредственное отношение с тем правилом, которое мы изучали ранее по книге. Далее, теперь подпишите следующий полезный момент, то, что Ибн Раджеб также упомянул это правило в своей книге Каваэт. Ан Каваэт аль-Фикхия Ибн Раджеба. Упомянул это правило в нем. Но упомянул его, ограничившись только на главе муавадат, только на главе купли-продажи. И не упомянул ничего относительно табаруат, относительно благотворительности. И как это правило действует в вопросах благотворительности. И также это правило упомянули некоторые из ученых фикха из шафиитов. Некоторые из шафиитов также упоминают в своих книгах это правило. Следующее, что необходимо запомнить или записать, отметить у себя, то, что это правило в своей основе мутафокун алейха, относительно него ученые единогласны. В общем, фельдюмля, вместе с тем, что есть разногласия относительно некоторых конкретных вопросов, относительно некоторых случаев. Но вообще, в общем, ученые единогласны, что при продаже можно исключать какое-то конкретно обозначенное исключение. При благотворительности можно исключать исключение, даже оно если будет неконкретным, не обозначенным. Это в общем. Но в некоторых конкретных ситуациях и вопросах, в ответвлениях уже есть некоторые разногласия между учеными. Следующее, что необходимо подписать, то что из того, что мы прочитали и пояснили, мы поняли, что это правило состоит из двух частей. Первая часть касается вопросов муавадат, взаимно выгодного обмена, то есть купли-продажи, и вторая часть касается табарруат, то есть благотворительности. На это необходимо обратить внимание. И у каждого свое постановление. Постановления в этом вопросе не одни и те же. Теперь, что касается слов шейха Ассады, истисна аль-манафи аль-малюма, то что в вопросах купли-продажи, если происходит исключение каких-то полезных свойств предмета, то оно должно быть, это исключение должно быть каким? Известным. Подпишите у себя. Известность должна касаться чего? Должна касаться времени, места, количества и описания. Времени. Место, количество и описание. То, что называется аль-вафт, аль-макан, аль-адад и аль-восф. Времени. То есть человек должен указать, с какого по какое время он исключает проживание в этом доме. Сколько ты будешь жить в этом доме? Времени. После заключения договора. Полгода, месяц, два месяца и так далее. Это время. Далее. Место. То, что он будет жить именно в этом доме, а не в каком-то другом доме, который он продает. Если человек продает два дома и говорит, я буду жить в этом именно доме, допустим, а не в этом. Или говорит, я буду жить в обоих домах и тому подобное. В некоторых случаях необходимо обговаривать число, чего сказали? Числа и описания. И последний момент, на который необходимо указать, что такое аль-аин аль-мунтақала. Предмет, который переходит. Говорит, можно исключать. Известное исключение из предмета, который переходит. Что значит переходит? То есть предмет переходит из владения одного человека во владение второго человека, во владение другого человека. И что такое Аль-Айн? Что такое предмет в данном случае? Запишите у себя определение того, что такое Аль-Айн. Вообще Аль-Айн в арабском языке несет, как мы знаем, много значений. Айн можно обозначить ручей, можно обозначить что? Айн, то есть джасус, шпион, называется словом Айн. Но здесь в этих правилах под словом Айн имеется в виду предмет. Его определение следующее. Куллюма ютамауаль. Куллюма ютамауаль. Это все, что можно приобрести в качестве имущества. Здесь под предметом имеется в виду куллюма ютамауаль. Все, что можно приобрести в качестве владения, в качестве имущества. Это подразумевается под предметом. То есть солнце, луна, звезды, небо называются в данном случае в этом правиле словом Айн. Относится к ним. Распространяется на них слово Айн или нет? Нет. Потому что ты не можешь завладеть солнцем и луной, небесами, звездами и тому подобным. Но этим владеет Всевышний Аллах. Владение этого не переходит в руки людей. Поэтому здесь имеется в виду под предметом то, что можно заполучить свое владение. Теперь читаем слова Шейха Саади. Говорит, какая разница между этими двумя вопросами, то есть между вопросом взаимно выгодного обмена, купли-продажи, и между вопросом благотворительности. Говорит, то, что вопросы взаимно выгодного обмена, то есть в вопросах купли-продажи, являются обязательным условием, чтобы человек делал тахрир уль-маби. То есть конкретно разузнавал, что он покупает. Чтобы он знал о том предмете, который он приобретает. Какие его полезные свойства со всех сторон. То есть не может покупать кота в мешке. Говорит, а глава о благотворительности шире этого. В главе о благотворительности уже нет такого, что если тебе дарят какой-то подарок, ты должен что делать? Полностью разузнать об этом подарке. Что называется, дареному коню в зубы не смотрят. То есть если тебе что-то подарили, ты не можешь предъявлять претензии. Говорит, почему ты мне подарил такой подарок, у него не работает то-то, у него не очень хорошее это-то и тому подобное. Что тебе подарили, ты довольствуешься этим. Потому что в этом случае ты ничего не теряешь. Ты либо приобретаешь, либо не теряешь ничего. Поэтому в вопросах табар-руат, в вопросах благотворительности нет такого, что человек, получающий что-то в качестве благотворительности, должен предъявлять претензии. Или может предъявлять претензии и должен узнавать все подробно об этом предмете, который передается ему. Видишь? В нем, говорит, не ставится условие разузнавания. Потому что этот предмет переходит к человеку за бесплатно. И говорит, поэтому нет ничего страшного, если какие-либо полезные свойства этого предмета будут неизвестны человеку, которому этот предмет дарится. Или дается в качестве садака, или отдается в качестве вакфа и тому подобное. Вопрос понятен или нет? Вопрос понятен. Далее. Мисалюль-Ауэль. Теперь приведем, говорит, пример. Пример на первую часть вопроса. То есть, когда у нас исключение касается купли-продажи. Манбаа даран уасцесна сукнага мудда муайена. Если человек продает дом и исключает какой-либо срок тем, что он еще в нем поживет. Я продаю тебе дом, но с условием, что полгода еще в нем поживу. Аубаа бахима уасцесна рукубага. Или продал какое-то животное, но исключение сделал. Скал, я доеду на этом животном до Медины, или до Мекки, или до Риада и тому подобное. В современной жизни автомобиль. Человек продает автомобиль, говорит, но с условием, что я доеду до нем до такого-то города. И ты заберешь у меня этот автомобиль в таком-то городе. Говорит, или человек, допустим, продает автомобиль, но говорит, я на этом автомобиле довезу такой-то груз до такого-то места. А потом ты у меня этот автомобиль заберешь. Говорит, все это является разрешенным. И довод на это какой? Хадис о том, как Джабир ибн Абдилля продавал своего верблюда пророку. Приходит в хадисе то, что Джабир ибн Абдилля продал пророку верблюда, но сделал исключение, что на этом верблюде Джабир, то есть, еще доедет до Медины. И только после этого пророк этого верблюда у Джабира заберет. Этот хадис приходит у Бухарии Муслима и является достоверным. Ау бааа силахан, ау ания, у стесна лентифа бия мудда маалюма. Или если человек продает оружие, или, допустим, ания, то есть, посуду, и делает исключение, что он еще попользуется этим предметом, продаваемым определенное время. Ау бааа китабан, у ашарата анянта фиа бия мудда, ванах в залика кулли у джайс. Или если он продает книгу, но ставит условие, что еще попользуется этой книгой в течение месяца, и тому подобное. Все это является разрешенным. А если срок является неизвестным, тогда такая сделка является недействительной. Является неразрешенной, запретной и недействительной. И второй пример, когда вопрос касается благотворительности. Если человек оставил какую-то недвижимость в качестве вакфа, в качестве ваковного имущества, и опять-таки сделал исключение того, что он еще попользуется этой недвижимостью какое-то определенное время. Ау мудда мачгуля. Или даже какое-то неопределенное время. Ка мудда хаятихи. Как, например, срок его жизни. Я отдаю этот земельный участок в качестве вакфа, но с условием, что пока я не умру, я сам буду пользоваться этим имуществом. А потом оно переходит в вакф. Ау ата каракикан у астасна хидматагу ау хидматагири мудда малюма. Или если он освобождает раба, но ставит условие. Ты свободен, но будешь прислуживать мне или прислуживать такому-то человеку столько-то времени. Столько-то времени. Ау мудда хаятихи. Конкретное какое-то время называет или говорит, пока тот человек жив. Ты будешь прислуживать ему. Это тоже является разрешенным. Почему, брат? Потому что рабу, рабу, раб при этом ничего не теряет. Он либо остается рабом и так все равно будет прислуживать, либо становится свободным, но на условии, что он будет прислуживать, допустим, 5 лет, или 10 лет, или год, или пока такой-то человек жив и так далее. Разрешено это или нет? Говорит, разрешено. Потому что приходит хадис, в котором приходит то, что умма Саляма, одна из жен пророка Саляма, освободила из рабства своего раба Сафину, которого звали Сафина, и поставила ему условие, что он будет прислуживать пророку Саляма, пока пророк Саляма жив. С таким условием она его освободила. На мифхадисы приходит то, что Сафина сказал Р. Илла Ванг. Сказал ему Саляме, даже если бы ты не поставила такое условие, я бы все равно не разлучился с пророком Саляма и прислуживал бы ему, даже если бы ты мне это условие не поставила. Прислуживать пророку – великая честь. На мифхадис, что хадис, хоть это и не действие пророка Саляма, но безусловно, что пророк Саляма об этом знал и подтвердил это. Все это указывает на то, что у этого хадиса хокмур-раф, то есть постановление, что поднимается до постановления, как будто бы это действие пророка Садаллау, так как он это знал и об этом подтвердил, или это дело подтвердил. Да и вот это правило понятно или нет? Оно, иншалла, ясное, в нем ничего сложного нет. Далее, теперь следующее правило.